В рамках 20 минут, конечно, глубоко углубиться в TI достаточно сложно, но в любом случае попробуем и, естественно, надо начинать со снов и понимать, что Threat Intelligence – это процесс. Процесс сбора, процесс систематизации информации об угрозах. Есть основные базисные понятия. Это источники, это фиды, есть провайдеры Threat Intelligence и платформы. Начнем с самого простого – это источники. Источники – это любой источник информации об угрозах, поступающих в вашу организацию. Это может быть сетевая телеметрия, это может быть внешний провайдер, это может быть регулятор, это может быть информация из песочницы, но в целом можно разделить их на внутренние и внешние. Давайте на примере одного кейса введем понятие TI и посмотрим, каким образом, используя различные источники, как внешние, так и внутренние, можно обогатить и расследовать информацию об инциденте. Типичная картина. Вот есть некий лист вредоносных бэт-доменов. Что с ним делают? Гружают в СИЭМ, ставят на некий мониторинг, окей. Произошла сработка. Поступил алерт в IRP или в СИЭМе. Что делать инженеру мониторинга, что делать аналитику, что дальше вообще непонятно. Да, должны быть какие-то плейбути, но куда ему смотреть? Во-первых, есть какие-то внешние фиды. Понятие фиды рассмотрим чуть позже. И они могут нам предоставить уже первоначальную информацию о выявленных индикаторах компроментации, о том, что это не просто какой-то фолс-домен, связанный с ИБ, вендором и так далее, что он действительно связан с неким трояном банковским, и что есть определенные индикаторы, с помощью которых мы можем уже поискать информацию на скомпрометированном хосте. Окей. И эти респонс происходят. Находится файл, который по индикаторам совпадает, с помощью ER, к примеру, да, и отправляется в песочницу. И это уже наш внутренний источник, когда мы получаем гораздо больше контекста, мы получаем еще больше информации о поведении этого файла. Уже видим, что есть еще, к примеру, сетевые соединения какие-то. Хорошо. Мы, допустим, заблокировали все соединения, провели очистку, провели такое реагирование, но необходимо узнать, откуда, в принципе, поступила наша угроза, откуда, кто являлся источником изначально. И существует такое понятие, как ASINT, это Open Source Intelligence, то есть разведка на основе открытых источников. Что мы можем по ней узнать? Провести некий анализ в анализаторах открытых, в неких базах данных, и, к примеру, найти информацию, что была утечка почтовых адресов, что пароли, в том числе, в одном из листов фигурирует наш сотрудник, и с его почтового адреса происходили фишинговые рассылки на почтовые адреса сотрудников, причем эти же почтовые адреса он нашел также в какой-то базе, в открытых источниках. Тот же самый POST-EBIN, HALF-EBIN-POWNED. Вот, пожалуйста, давайте к фидам перейдем. Фиды – это набор сведений из различных источников, обычно одного типа. В принципе, можно разделить на три части. Это листы с индикаторами, о которых мы говорили ранее, в которых нет какого-то контекста, есть просто вот эти урлы. То есть одного типа. Лист урлов плохих, лист айпишников плохих, лист хэшей плохих. Что делать дальше с ними, решайте сами. Есть структурированные данные, когда кроме самого индикатора есть контекст, есть описание этого индикатора, с чем он связан, есть возможный анализ образцов или правила выявления этого образца. И есть комплексные сервисы, которые предоставляют уже большую аналитику с возможностью оценки угроз, с возможностью оценки инструментов злоумышленника и так далее. На что стоит обратить внимание при выборе фидов? Это на тип источника, это на актуальность. Ну, здесь все перечислено. В основном я бы хотел сконцентрироваться на форматах. Дело в том, что сейчас как раз-таки, что главное в FTI, это контекст, как мы понимаем. И передача контекста, она затруднена с тем, что до этого, по крайней мере, раньше не было унифицированных форматов каких-то, чтобы можно было их использовать как в автоматизированном виде, так и мог использовать каким-то образом аналитику. И вот более подробно про форматы я бы хотел тоже уделить внимание. Первый формат – это STIX. Формат STIX – унифицированный язык для описания угроз, информации об угрозах. Бесплатный, от компании, всем известной, от Митры. В чем суть, собственно? У STIX, ну, на текущий момент формат STIX стал де-факто форматом общим распространения. То есть большинство компаний его используют. Основная суть здесь, что есть не те объекты, есть отношения между ними. Вот недавно, буквально вышел, ну, как недавно, в октябре 2017 года формат STIX 2.0, который стал более совершенным, он переведен на JSON, объединен с устаревшимся форматом кубекс, и существуют объекты у формата STIX, каждый из которых описывает определенную, определенную, собственно, сущность. Это может быть и описание хатерских группировок, описание отчеток, сведения о угрозах, уязвимости и так далее. И все эти объекты могут иметь между собой нити отношения. Кто создан, тем создан, каким образом используется и так далее. Формат STIX считается, ну, как я уже говорил, очень популярным и, в принципе, призывается использовать его для распространения информации об угрозах. Кроме STIX, хотелось бы проговорить про Mike. Читается как Mike. Это уже язык унифицированный, который используется для описания информации о вредоносном ПО. То есть, это картинка STIX, она вот в таком формате, кстати, STIX может быть представлен в виде графического представления для аналитиков, чтобы визуально воспринимать. Ну, так и в JSON, как я уже говорил, для машиночитаемого формата. Так вот, вернемся к Mike. Есть у нас информация о каких-то йоках и есть информация о малваре. Как узнать более подробно, а что делает малваре? Существует сейчас много песочных, облачных, коммерческих решений и так далее, и каждая по-своему предоставляет репорт, отчет о том поведении, которое использует малваре. Mike как раз-таки говорит о том, что необходимо использовать унифицированность и стандартизацию описания в поведении вредоносных. Здесь как раз описывается семейство, к которому может относиться, описывается поведение и связь этих объектов с объектами стиксом. Давайте пойдем далее. Фиды без контекста. Что с ними делать? Ну, в нашем опыте мы приходим к тому, что, во-первых, айоти без контекста надо делить на две группы. Есть сетевые, есть хостовые. сетевые не всегда говорят о компрометации системы. Есть айпишник, угла, микрософт и так далее, домен, URL, то есть их надо проверять. Хостовые чаще, конечно же, относятся уже к вредоносам или к каким-то более подозрительным действиям, когда нужно более высокую планку реагирования поднимать. Ну, и далее проверка на релевантность. Каким образом можно проверять? есть возможность использовать какие-то white list есть возможность использовать системы наподобие системы GASINT, это open source система от CISC, но еще много достаточно таких либо open source либо коммерческих систем, которые достаточно дешевые, если говорить о коммерческих, которые впускают в себя некие тысячи листов с индикаторами без контекста и могут провести анализ на том же самом вирус тотали или анленволте для показа насколько этот айок является вредоносным по его мнению и дальше уже по некому рецепту отправлять в вашу единую точку сбора информации. И говоря о единой точке, а сейчас к ней придем про единую точку, провайдеры. Threat Intelligence Providers и Platforms. разные понятия почему провайдеры это как раз E-B компания, которая занимается производством фидов. У них есть достаточно большой штат аналитиков, есть различные алгоритмы машинного обучения, есть множество источников как закрытых, так и открытых, где они полностью собирают всю эту информацию, анализируют и отправляют ее вам. Собственно, есть нити профессиональные сервисы, в каком виде они могут предоставлять эту информацию, это либо профессиональные сервисы, о которых я говорил, комплексные, либо это может быть фиды, либо в качестве источников вашего средства защиты, если у вас стоит какой-нибудь НГФВ, у него тоже есть источники, которые предоставляют информацию об угрозах. Ну а дальше в дело вступает Threat Intelligence Platform. Собственно, Threat Intelligence Platform это как раз платформа, которая собирает в себе, позволяет эксклюзировать и анализировать данные из различных источников. Можно спросить, почему не CM? Потому что CM это другой функционал. У него нет, ну да, можно зацунуть туда йоки, можно каким-то образом в листах сделать контекст, но изначально CM не рассчитан на то, чтобы использовать большую крупноблочную информацию об угрозах. Он не может использовать тот же самый Stix, он не может использовать тот же самый Mike, он не может классифицировать и тегировать. Поэтому давайте разберемся с функциями платформы Threat Intelligence. Это агрегация и корреляция множества фидов в единой точке. Это нормализация данных как раз по какому-то унифицированному языку. это получение оповещений в режиме реального времени о новых угрозах. Это интеграция обязательно с средствами защиты и средствами мониторинга. Ну и создание различных аналитических отчетов. Что не может Threat Intelligence платформа? Платформа не предоставляет сама по себе контексту информации об угрозах. да можно купить какую-то большую коммерческую платформу у которых есть отдельно подразделение провайдер как раз который может представлять аналитические данные выше платформы. Но в целом изначально платформа не представляет информацию контекстную. И Threat Intelligence не может сама выявлять угрозы. Только собирать информацию. Поэтому вывод всегда нужна человеческая аналитика так или иначе. Ну и перейдем к общей схеме всех понятий. Итак, у нас есть провайдеры. Провайдеры формируют некие фиды. Эти фиды вы выбираете на основе неких критериев, производите унификацию по какому-то стандарту, подключаете внутренние источники для обогащения ваших данных, сливаете все это в Threat Intelligence платформу, интегрируете со средствами мониторинга и используете человеческую аналитику. Потому что главная задача TI – это дать специалистам по ИБ данные и контекст для априаризации и принятия решений. В общем, на этом все. Вот, собственно, дорожная карта, по которой можно выстраивать процесс Threat Intelligence, а в том числе мы на своем стенде показываем наш процесс на примере того тейса, о котором я рассказывал. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы... Спасибо за презентацию. Основной вопрос будет какие критерии выбора фидов? Вот, когда огромное количество осинты в разных других источниках, вендоровские, и их большое количество все представляют контекст, как правильно выбрать правильные фиды для организации? Ну, честно говоря, вот по моему опыту, как раз эти контексты предоставляют достаточно малое количество провайдеров, особенно open-source провайдеров. Тот же самый MISP, например, циркл предоставляет, есть от аномали с контекстом, да. Но в основном, я вот как и говорил, ориентировался на то, чтобы угроза была описана в каком-нибудь унифицированном формате, в таком случае есть контекст. И если есть контекст, мы можем намного больше обогатить и расследовать инцидент, чем просто вот сливать данные какие-то. Я видел коммерцисты фиды, которые просто предоставляют домен, malicious, там, название экзешника, все. Ну, на этом далеко не уедешь. Плюс актуальность. Фиды должны, естественно, быть актуальны. Чем раньше они пришли, тем раньше информация пришла, тем важнее. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. Два маленьких вопроса. Первый. Как осуществлять верификацию данных? Ну, то, что, если условно приходит информация о домене с низкой репутацией, что он действительно с низкой. И это был, и это актуально сейчас. Это первый вопрос. И второй. Про использование уже в режиме автоматизирован. Ну, хорошо, в тип загрузилось, руками принимать решения, все здорово. Как бы, как отдавать в системы, и чтобы системы это в работе использовали? По поводу первого вопроса, то есть, как я понимаю, как верифицировать, что домен с низкой репутацией его надо отбросить? Это, опять-таки, проверка на релевантность, о которой я говорил. Возможно, перед Threat Intelligence с платформой и поставить тот же самый серый, ну, какой-нибудь сервис свой локальный, типа Gassinta и так далее, который умеет делать проверку. В том числе, он умеет говорить, что если он не встречается в вирус Тотале, в Оленволте и в других анализаторах, он может пройти мимо. Хорошо. А есть, как сказать, статистика процента? Сколько в такой связке реально доходит живых видов для дальнейшего использования? Ой, честно, я не собирал статистику. Второй вопрос про автоматизацию. Автоматизация. Автоматизация, это все уже зависит от, скорее того, какую платформу вы используете. Если вы используете open-source платформу, скорее всего, вы будете допиливать это много, сильно, долго, ручками. А если вы используете коммерческую, у нее в процессе, ну, у нее из коробки есть достаточно множество решений, в том числе большой API, который позволяет интегрироваться с ERP-системой, с CM-системой и так далее. И там просто настраивается все это, ну, и отправляется, и процесс крутится. Тогда в этом включении, не имеет ли смысл мне сразу фиды напрямую грузить в целевые системы? В тот же NGFV, в тот же CM? Что принципиально дополнительно я получу, используя тип? Используя платформу саму? В платформу именно контекст, это классификацию, это сбор в единой, в единой точке. Спасибо. Еще вопросы? Вы говорили о структурном обмене информации о угрозах, а именно о СТИКСе. А вы проводили какое-нибудь исследование? Вообще, нужен ли он на рынке и какие там СЗИ его поддерживают? И что сейчас у вас требовано? СТИКС 1.2 или 2.0? Исследование не проводил, но сталкивался с различными платформами и сталкивался с СЗИшками, да, и большинство современных СЗИ при обновлении все пишут о поддержке формата СТИКС. Но насчет 1.2.2.0 точно сказать не могу, но стараются поддерживать и 1.2, и 2.0, но постепенно переходят на 2.0, так как JSON более простой. Вам спасибо. Более вопросов не будет? Про объемы передачи данных между платформой и CM, она сама сможет правила корреляции делать? Правила корреляции в автомате создавать может TI-платформа? Нет, сама правила корреляции она не создает. Тогда объем интеграции с CM каков? Это передача информации об угрозах в CM, как раз это листы и так далее, но потом уже это все контекстизируется в IRP-платформе, скорее всего. Еще вопросы? Спасибо.